Мы ранее рассказывали о нашем пророке, кем он является, где родился, как стал пророком, какие были его первые шаги. Мы уже упоминали такие основные, как Бадр и Ухуд. На двух предыдущих лекциях мы очень коротко рассказали о жизни нашего пророка, салли Аллаху алейху ассалям. Сегодня хочу поговорить о произнесении салавата на нашего пророка, салли Аллаху алейху ассалям. Чтение салавата занимает большое место среди поклонений Аллаху. Мы говорили еще и о том, что в шазилийском вирде салават идет на втором месте после истихфара. В чем же сущность произнесения салавата? Посмотрим. Всевышний Аллах в Коране говорит, Всевышний Аллах говорит, что сам благословляет пророка, салли Аллаху алейху ассалям, и что его ангелы благословляют его. Всевышний Аллах, обращаясь к нам, говорит, О, уверовавший, благословляйте его и приветствуйте миром. Посмотрите, как возвеличено чтение салавата на пророка, салли Аллаху алейху ассалям. Сам Аллах благословляет пророка, об этом сообщает и нам. После этого и нам велит благословлять пророка, салли Аллаху алейху ассалям. Это салават на пророка, салли Аллаху альху и салли Аллаху алейху алейху салли Аллаху алейху. Следуя этому велению, мы тоже читаем салават пророку . Нам очень подобает, читая вирт шазалийского тариката «Перед произнесением «Астагфируллах, ладзи ла иллаху, альхайя лкайюма ва ату ва иллахи» прочитать «А читая салават на пророка, очень будет к месту чтения этого аята, того, что мы только что упомянули». А с каким намерением читать? «С тем намерением, что мы читаем салават на пророка, следуя велению Всевышнего Аллаха». Однажды пророка увидели очень радостным. Сподвижники сказали ему «О посланник Аллаха, мы видим тебя очень радостным. Что случилось?» Пророк отвечает им «Ангел Джабраэль приходил ко мне и он сказал мне «Недостаточно ли тебе, о Мухаммад, того, что кто бы не прочитал салават на тебя, я прочту на него десять салаватов». «И также, кто бы не произнес тебе салам, я прочту на него десять саламов». «Доволен ли этим?» – спрашивает пророка, салаллаху алейхи вассалям, ангел Джабраэль. Также пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит «Самые близкие ко мне – это те, кто читает салават на меня». Вот посудите, человек, сделавший первый шаг в шазилийском тарикате, читает салават на пророка, салаллаху алейхи вассалям, сто раз утром и сто раз вечером, всего двести раз в день. Хвала Аллаху за это. Такое великое достоинство в этом заключено. Также пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит «Того, кто будет читать на меня салават, будут благословлять ангелы». Сколько бы по времени он это ни делал, ангелы будут читать на него салават. Если захочет, пускай увеличивает его произнесение или уменьшает. В зависимости от того, сколько читает человек салават, столько же читают ангелы и на него. Еще пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит «Достаточно скуп тот человек, возле которого упомянули меня, но он не прочтет на меня салават». Как только мы упоминаем пророка, салаллаху алейхи вассалям, сразу же с наших уст слетает слова, салаллаху алейхи вассалям. Их произнес это автоматически. Так оно и должно быть. Упомянули пророка, салаллаху алейхи вассалям, услышали, как это делает кто-то другой, или же увидели его имя на бумаге, сразу же подобает сказать, салаллаху алейхи вассалям. Так здесь написано «Кто услышит, что произносится мое имя и не прочтет салават на меня, тот скупой по отношению ко мне». Это значительный недостаток для человека. Еще пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит «Увеличивайте чтение салавата на меня по пятницам». Также он, салаллаху алейхи вассалям, говорит «Кто бы из моей умы не произнес на меня салават хотя бы однажды, ему запишется десять благодеяний». И это, независимо от того, что получает за это действие, еще и благословение ангелов и награду за исполнение веления Всевышнего Аллаха. Истеряется у него десять грехов. За что? За чтение одного салавата. Вот, говоря об азане, в нем сокрыто три вещи. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит «Если мы ответим на призыв Муэдзина, после прочтем салават на него, бывает определенная дуа, читаемая после азана». Так вот, и прочитаем эту дуа после азана. «Этому человеку гарантирован мой шафаат, заступничество». Так говорит Пророк, салаллаху алейхи вассалям. Вот три вещи. Когда звучит азан, мы и так на него отвечаем. После следует прочитать салават. «Аллаху ассалли алейхи вассалям и алейхи вассалям». Даже в такой форме хватает. А потом, пускай кто не знает эту дуа, выучит его. Это же не особо длинная молитва. Эти действия мы и так выполняем. Просто остается выучить дуа, читать его. И согласно словам самого Пророка, салаллаху алейхи вассалям, в сотни день такой человек получит его заступничество. Шафаат. Еще. Сейчас эти книги печатаются в типографии. Раньше же их писали от руки. И тот, кто записывая книгу, дойдя к упоминанию Пророка, напишет салаллаху алейхи вассалям, то есть напишет слова салавата после написания имени Пророка, салаллаху алейхи вассалям, ангелы не перестают благословлять его, пока в этой книге будет записан этот салават. Абу Сулайман Дарани говорит, кто бы ни был, у кого есть нужда к Всевишнему, пускай увеличивает чтение салавата на Пророка, салаллаху алейхи вассалям, а потом обращается к Всевишнему со своей нуждой. Дуа, произнесенная после салавата, принимается. И после дуа пускай тоже произносит салават на Пророка, салаллаху алейхи вассалям. Поистине Всевишний Аллах принимает оба салавата. Кстати говоря, знаете, что салават на Пророка, салаллаху алейхи вассалям, принимается, как бы его ни читали. Другое богослужение не приносит пользу, если не делать его с хузуром. А что такое хузур? Это помнит об Аллахе. Будто намаз, зикру или другой ибадат, без хузура от него немного пользы. Но что касается салавата, можно и без хузура. Салават принимается и без него. Такая особенность присуща только салавату. Говорят, что если у нас есть нужда к Аллаху, к примеру, мы читаем дуа после намаза, после еды, после улху и так далее. Какой дуа? Но у нас же бывает ряд вещей, о которых мы хотим попросить Всевишнего. Вот здесь очень хорошо будет произнести Ауду биллахи минаш шайтану рожим. Бисмиллахи рахману рахим. Альхамду лиллахи раббил арамин. Аллаху муссалля али сайдинам мхаммаду и муала али сайдинам мхаммаду и вассалим. Так следует начинать. Прочитав Ауду бисмиллах, воздав халу Аллаху и произнеся салават на пророка саляллаху алейхи вассалям. Вот теперь следует просить то, о чем мы собирались просить. После дуа тоже следует прочитать салават, ведь оба салавата принимаются Всевишним. И говорится, что Всевишний Аллах превыше того, чтобы принимать оба салавата и не принимать то, что было между их чтением. То есть имеется ввиду, что это тоже принимается. Дуа, прочтенная и произнеся в начале и в конце салават, принимается Аллахом. Также от пророка саляллаху алейхи вассалям передается. Пророк саляллаху алейхи вассалям говорит, кто бы не прочитал на меня салават в пятницу сто раз, ему прощаются хаты-атты, совершенные на протяжении 80 лет. Хаты-атты – это небольшие грехи, что-то наподобие ошибок, оплошности. От Абу Хурайры разъяллаху алейхи вассалям передает, что посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям сказал, кто бы не читал салават на меня, у него будет нур при переходе моста Сират. А тот, у кого есть нур при переходе моста Сират, тот не будет из числа обитателей ада. Такую высокую степень получают благодаря чтению салавата на пророка саляллаху алейхи вассалям. Также пророк саляллаху алейхи вассалям говорит, если кто-нибудь забудет прочитать на меня салават, под словом «забудет» здесь имеется в виду человек, оставивший чтение салавата. Тот сбился с дороги, ведущий в рай. Под этим подразумевается, что обитатели рая – это те, кто много благословляет пророка саляллаху алейхи вассалям. А тот, кто оставил салават, сбился с райской дороги. Также пророк саляллаху алейхи вассалям говорит, однажды ко мне пришел ангел Джабраэль и сказал, «О Мухаммад, кто бы не благословлял Тебя единожды, того будут благословлять 70 тысяч ангелов. А тот, кого благословляют ангелы, является из числа обитателей рая». Еще пророк саляллаху алейхи вассалям говорит, «Кто много читает на меня салават, у того в раю будет и много гурий». Пророк говорит, «К хаузу в сотний день придут люди, среди которых я узнаю лишь тех, кто много благословлял меня». Под словами, что пророк не узнает, имеется в виду, что он не позаботится о них. «Я узнаю лишь тех, кто благословлял меня», говорит он. Али ибн Абут Алиб, ралли Аллаху, говорит, что пророк саляллаху алейхи вассалям сказал, «Кто бы не произнес салават на меня в пятницу сто раз, в сотний день он придет с нуром, сиянием. Если разделить этот нур между всеми людьми, то его хватит на всех». Такой нур, говорит, у него будет. Это тому, кто сто раз в пятницу прочет салават. Даже если не принимать во внимание остальное, у нахшубандийских муридов бывает задание читать сто салаватов шазилийского тариката и пятьсот нахшубандийского. Плюс к этому мы еще собираемся читать салават в пятничную ночь в мечети. Мы знаем этот салават, о нем еще пойдет у нас речь чуть позже, иншаллах. Но необязательно читать именно эти великие салаваты. Даже самый простой, если прочтет, этот человек получит такой нур, что его будет достаточно всему народу. Говорят, в хадисе сказано, что на столбе арша написано, «Всевышний говорит, кто сильно возжелал приблизиться ко мне, я его помилую. Кто попросит у меня, я дам ему. А кто будет искать приближение ко мне посредством чтения салавата на Мухаммада, я прошу его грехи, даже если их будет так много, как пена у моря». Даже если их будет так много, как пена у моря. Мы собираемся на чтение салавата в пятничную ночь. Это большая милость Всевышнего. Очень большая. Хоть это и стало привычным для нас. Хвала Аллаху за это. Это собрание делается лишь с целью чтения салавата на пророка. Другой цели в этом нет. И когда эти люди, собравшиеся с целью благословения пророка, прочитают салават, от этого места их собрание начнет исходить очень приятный аромат, который будет достигать небес. И ангелы говорят друг другу. Этот запах исходит от собрания, где благословляет пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям. От сподвижника Анаса, разьяллаху ангу, передает, что пророк салаллаху алейхи вассалям сказал, «Не будет совершенной веры ни у одного из вас, пока я не буду любимее для него, чем он сам, его имущество, дети, родители и все люди вместе взятые». В другой передаче этого хадиса говорится, что сподвижник Умар, разьяллаху ангу, взяв пророка салаллаху алейхи вассалям за руку сказал ему, «О посланник Аллаха, я очень сильно люблю тебя, люблю больше своих родителей, семьи, детей и всего имущества, люблю больше всего, что я имею». Пророк салаллаху алейхи вассалям сказал ему, «А больше, чем себя любишь, Умар?» Умар ответил, что себя любит больше. Тогда пророк салаллаху алейхи вассалям сказал, «В таком случае твоя вера еще не совершенна. Вера не станет полноценной, пока не полюбишь меня больше, чем себя». Тогда Умар подумал, «Кто я без него?» И тогда, немного поразмыслив, он сказал, «О посланник Аллаха, теперь я люблю тебя больше себя. Вот теперь твоя вера стала совершенной, Умар?» Сказал пророк салаллаху алейхи вассалям ему. Пророка салаллаху алейхи вассалям спросили, «У кого самая крепкая вера в тебя?» Пророк отвечает салаллаху алейхи вассалям, «Тот, кто уверовал в меня, хотя и не видел меня». Мы тоже относимся к этой категории. Мы же не видели пророка салаллаху алейхи вассалям, но мы уверовали в то, с чем он пришел. Хвала Аллаху за это. Пророк продолжает, «Он уверовал в меня, движимый сильной любовью и искренностью в этом». Пророк продолжает, «Он уверовал в меня, движимый сильной любовью и искренностью в этом». Мы же читаем салаллаху алейхи вассалям из-за веры в него и любви к нему. Мы же следуем пути пророка салаллаху алейхи вассалям из-за любви к Нему, делая то, что Он повелел, и отдаляясь от того, что Он предостерег, насколько это под силу нам. Ислам не ограничивается лишь намазами и постами. Мы всю жизнь должны проложить по его рельсам. Ведь поезд не передвигается, кроме как по рельсам. Подобно этому, мы тоже должны сделать нашу жизнь подобно рельсам, по которым движется Ислам. Надо делать все в соответствии с религией Ислам. К примеру, похороны, работа, торговля, что бы там ни было, надо делать в соответствии с исламской религией. А как же распознать человека, который искренне полюбил и последовал за пророком, салли Аллаху алейхи вассалям? Какой признак у него? А вот какой. Он возжелает увидеть меня, пожертвовав всем, что владеет. В начале 90-х годов, когда впервые открыли дорогу в хадж, люди с ума сходили, желая поехать туда. Митинги делали. В аэропорту люди, перепрыгивая через милицейские кордоны, рвались к самолету, прилетевшему со святой земли. Толпа людей несла, как громадная сель, желая лишь притронуться к самолету, прилетевшему с хаджа. Этого хватало людям. Настолько ценным было то, что пришло оттуда. Скажите, если бы пророк, саллиллаху алейху ассалям, был жив, и чтобы встретиться с ним, надо было пожертвовать всем своим имуществом, как много людей пошло бы на это? Сколько человек сделали бы это? Думаю, таковых было бы очень много. Не меньше, чем те, кто едут в хадж, а то и больше. Пророк говорит, что это желание пожертвовать всем имуществом, дабы смог увидеть меня, является признаком человека, искренне любящего меня и следующего за мной. Вот он и является искренне принявшим меня, и у него настоящая любовь ко мне. Пророка спросили, слышит ли он салават человека, который находится вдали? Пророка спросили, слышит ли он салават человека, который находится вдали от тебя, а также дойдет ли до него салават тех, кто будут благословлять его уже после ухода из этого мира? Как будут обстоять дела в этом случае? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, «Я буду слышать салават тех, кто любит меня, и я узнаю их». До меня будут доводить их салават, и я узнаю об этом. Сейчас мы расскажем о некоторых видах салаватов. Салават есть разных форм. На арабском эти формы называются сига. К примеру, «АЛЛАХУ МАСАЛЛЯ АЛЛАССАЙДА НАМОХАММАДИН ВАЛАЙАССАЙДА НАМОХАММАДИН ВАСАЛЛЯМ». Это общеизвестный салават. Есть такой еще, «АЛЛАХУ МАСАЛЛЯ АЛЛАССАЙДА НАМОХАММАДИН вАЛЛА АЛЛЯХИ». Салават улллаху муляйкать и ванби-аги и варусуль. Такой тоже есть салават. Читаемый нами на пятнадцатую ночью. Салату-Фатих тоже есть. Очень много разных есть салаватов. Есть специальная книга, в которой собраны все эти салаваты. То есть не все, но многие из них. Те, которые были известны во время написания этой книги, автор книги написал в этом собрании. В этой книге, называемой «Далайлюль-Хайрат», автор поделил эти салаваты на семь частей, чтобы на каждый день приходилось определенное количество. Эта книга полностью состоит из салаватов. Они бывают разных степеней. Среди них есть салават очень большого достоинства. Это салат-у-ль-Фатих. Многие из вас, наверное, знакомы с этим. Это Аллахума салли аля сайдина Мухаммадин иль-Фатих, лима углика иль-Хатим, лима саба, насыр иль-Хакки бил-Хакки вал-Хадии, иля сураты кал-Мустаким, иля алихи ва асхаби хи хақа кудри хи ва мгдарии иль-Азвим. В книге «Вардат-у-ль-Уджуб» говорится, однократное произнесение этого салавата равно по вознаграждению чтению 600 тысяч других салаватов. Посмотрите, один салават равен 600 тысячам. Насколько ценный этот салават? Был человек по имени Мухаммаду-ль-Бакри в Египте. В его книге и написано, что салат-у-ль-Фатих обладает таким великим достоинством. И это не его домыслы. Оказывается, он очень много просил у Аллаха научить его салавату, в котором заключено достоинство всех салаватов и их тайны. И после многочисленных просьб Аллах ответил на его просьбу и отправил к нему ангела с бумагой, на котором Нуром был написан салат-у-ль-Фатиха. Один человек увидел пророка во сне и спросил его, за каждый ли прочтенный салат-у-ль-Фатих будет такое вознаграждение, как за чтение 600 тысяч салаватов. На что пророк салаллаху алейхи вассалям ответил, что да, за каждое чтение. Наш устаз Саид Афанди когда саллаху сирраху говорит, если человек привык читать утром ясин, вечером анма, а после ночного табарака, то пускай читает. Бывает вирт Корана, а это именно им и является. Сааду Хаджасу Мухаммад, когда саллаху сирраху говорил, после чтения коранического вирта, мы его еще и кулху называем, в нем бывает ясин в начале, и в конце аль-хам кулху читаем, куль ауузу читаем. После этого читайте по 10 салат-у-ль-Фатих утром и вечером, говорил Сааду Хаджасу Мухаммад. После чтения амма, Ильясин из Корана читает по 10 салат-у-ль-Фатих. Есть еще один очень ценный салават, читаемый нами, собравшись в пятничную ночь. Человек, произнесший его сто раз в пятничную ночь и по три раза каждый день будет подобен тому, кто прочитает салават всех людей. С одной стороны, если поставить салават, прочтенный всеми людьми, а с другой, стократное чтение в пятничную ночь и по три раза ежедневно они сравняются в награде. На этом моменте следует чуть остановиться. мы и так собираемся на чтение салавата в пятничную ночь. Это большое дело. Да примет Аллах. Остается лишь вдобавок к этому еще три раза читать этот салават ежедневно. Это же не сложно. Можно видеть для этого какой-то определенный промежуток времени. В Каранайе, когда мы читали салават и хатму, я также, как и здесь, там тоже рассказал о достоинстве чтения этого салавата и сказал, и сказал собравшимся, что потом спрошу каждого, в какой промежуток времени он читает эти три салавата. Я потом спрашивал их. Один говорил, что после утреннего намаза, другой говорил, после ночного. третий что-то не получается, пока видели для этого время. Вот так, три-четыре раза с перерывами, я переспрашивал у них и просил читать этот салават по три раза в день. Хорошо будет, если получится, ежедневно видели для этого салавата какой-то отрезок времени. И так выполняется большая, очень большая работа. Ночью, несмотря на дождь, слякот, снег, холод, идут мечеть, тратят свое время, сидят там, читают салават и потом идут домой. Это большое дело. Да примется вешне это. Но вот уже находясь дома, можно обрести огромное вознаграждение, всего лишь по три раза прочитав этот салават. Для этого и ходить не нужно. Прочитав сто раз на салаваты в пятничную ночь и по три раза каждый день, человек получает награду как за салават, прочтенный всеми людьми. Думаю, у человека, упускающего возможность получить столь великое благо, вера будет несовершенной. Хочется, чтобы каждый посещающий салават дома тоже по три раза повторял его. Пускай это будет после утреннего намаза, перед сном, или же в любое другое время, но видели для этого время и читает этот салават как вирь, не пропуская. Еще этот человек будет воскрешен среди последователей пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Посмотрите сами, кто не захочет быть среди тех, кто относится к самому высокочтимому перед священным Аллахом пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Все же захотят. Этот человек тоже окажется среди этой группы людей в судный день. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, возьмет его за руку и введет его в рай. Посмотрите, какое благо! Я часто вспоминаю, как саду хаджасу Мухаммад, когда саллаху сиррху, спрашивал Мухаммад Арифа, когда саллаху сиррху, тот тарикат, что в книгах описан, и то, что мы делаем, это одно и то же? То есть, имелось в виду, неужели это настолько величественный тарикат может достаться таким простым людям, как мы? Имея возможность обрести такое великое благо, разве можно упускать ее? Рассудите сами, да поможет Аллах. У Хасана Афанди, когда саллаху сиррху, есть книга «Таркисульма Ариф», в нем Хасан Афанди настойчиво просит своего сына. Эта книга была посвящена Мухаммаду Арифу, но от нее получили пользу все мурины. Так вот, Хасан Афанди говорит, «О мой дорогой сын, надеюсь, ты будешь следовать истинному пути и обретешь здравие. Я собрал для тебя в этой книге немало полезного. Я надеюсь, ты будешь неотступно следовать ему и сделаешь его своим вирдом». Верить — это то, что делается всегда, не пропуская. Я надеюсь, из-за барраката салавата, прочтенного на пророка саллиллаху алейхи вассалям, ты поднимешься на самую высокую степень и обретешь великие блага. Посмотрите, что поднимает человека на самый высокий уровень. Хасан Афанди, когда саллиллаху саллиллаху говорит, «Этот великий человек говорит своему сыну, что он надеется, из-за благодати салавата, прочтенного на пророка саллиллаху алейхи вассалям, ты поднимешься на самую высокую степень». «Остерегайся, сынок, быть небрежным в чтении салавата и еще больше опасайся полностью оставить его чтение». Воистину, чтение салавата на пророка саллиллаху алейхи вассалям – это особо значимое и полезное богослужение. Это дверь к совершенству, ворота величия. Тот, кто будет пренебрегать этими воротами, других таких не найдет. Такое великое значение придаёт Хасан Афанди чтению салавата на пророка саллиллаху алейхи вассалям. Еще он говорит, «О мой сын, я завещаю тебе постоянство в чтении салавата, и я надеюсь, ты соединишься с пророком во сне или же наяву». Многие радуются, что видели пророка во сне, и действительно, это большой повод для радости. У пророка саллиллаху алейхи вассалям есть такой хадис. «Кто бы не увидел меня во сне, то действительно увидел меня, потому что шайтан не может принять образ пророка саллиллаху алейхи вассалям». Есть еще один нюанс. Когда… Есть еще один нюанс. Как мы узнаем, что это пророк Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям? Мы увидим кого-то во сне, проснемся и будем думать, что видели кого-то. Оказывается, ангел Джабраэль внушает нашему сердцу, что он является пророком Мухаммадом саллиллаху алейхи вассалям. Так вот, пророк саллиллаху алейхи вассалям говорит, что тот, кто увидел меня во сне, тот действительно увидел меня, а тот, кто увидел меня, тот узрит меня и в день суда. И он получает мое заступничество в этот день. О каком видении здесь говорится? Ведь видения разные бывают. Абуджахль тоже видел его. Но не о таком видении говорится. Надо увидеть его пророком, тем, кто обладает перед Всевышним самой высокой степенью, предводителем нашей умы. Вот о таком видении говорится. Подытоживая, расскажем о любви к пророку саллиллаху алейхи вассалям из этой книги. После кончины нашего пророка саллиллаху алейхи вассалям было четыре праведных халифа. Абубакр, Умар, Усман Али, раллияллаху анхум. Их называют Хулафа ур-Рашидун. Один из них Умар, разъяллаху анхум. О нем пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, если бы после меня был бы еще пророк, то им был бы Умар. И еще он говорит, те двое, кто придет после меня, особо возвеличивая и отмечая этих двоих, то есть Абубакра и Умара. Такого великого уровня человек был Умар, разъяллаху анхум. Так вот, он опечаленный после кончины пророка саллиллаху алейхи вассалям говорит, би аби антава умми я расуллиллах. На нашем языке нет таких слов, но есть в арабском. Говорят, би аби антава умми. Они означают я пожертвовал бы своими родителями ради тебя. Мы рассказали смысл этих слов. В дальнейшем уже просто будем повторять их по-арабски. когда пророк саллиллаху алейхи вассалям прибыл в Медину, там построили мечеть, мечеть пророка саллиллаху алейхи вассалям. Там было немного людей, принявших ислам. И когда пророк саллиллаху алейхи вассалям читал проповедь, он поднимался на спиленный пенек, который был там. Тогда этого было достаточно. Но когда количество людей увеличилось, подниматься на пень оказалось недостаточно, так как проповедь не была слышна на задних рядах. И пришлось построить мимбар, на который поднимались. Это был небольшой мимбар, наподобие того, на который у нас поднимается для чтения хутбы. Так вот, Умар говорит, Поначалу ты поднимался на этот пень во время хутбы, о посланник Аллаха. Когда же людей стало много, и ты стал подниматься на мимбар, оставив пенек, он начал стонать. И это слышали люди. Почему? Потому что пророк саллиллаху алейхи вассалям больше не поднимался на него. Он не успокаивался, пока ты не подошел и не погладил его. Это то, что действительно произошло. Умар, рази Аллаху, продолжает. Но твоей общине более подобает стонать по случаю твоего ухода, чем этому пеньку. «Би-аби-ан-тава-умми, я, Расул Аллах, говорил он, снова. Твое величие достигло перед Аллахом такой высоты, что Он сделал подчинение тебе подчинением себе. И сказал Всевышний, кто бы не подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху». Аллах считает повиновение пророка саллиллаху алейхи вассалям повиновением себе. «Вот настолько ты велик, о посланник Аллаха, говорит Умар, рази Аллаху ану». Ещё Он добавляет «Би-аби-ан-тава-умми, я, Расул Аллах». «Твой уровень перед Аллахом возвысился до такой степени, что Всевышний поведал о твоём прощении, прежде чем упомянул о твоих грехах». Наш пророк саллиллаху алейхи вассалям непогрешим. Это называется ма'сум. Все пророки тоже ма'суми. И прежде чем упомянуть о грехах, Всевышний рассказал о прощении пророка. И он снова говорит «Би-аби-ан-тава-умми, я, Расул Аллах». Всевышний возвеличил тебя до такой степени, что он послал тебя последним, но упомянул тебя в начале. Би-аби-ан-тава-умми, «Би-аби-ан-тава-умми, и из-за ра-умми, и и и и и и ». Вся Вишний говорит, вспомни, о Мухаммад, когда мы взяли обед с пророков до тебя, передать наше послание и призывать к истинной вере. Мы взяли обед с тебя, о Мухаммад, и с нуха, Ибрахима, Мусы, Иисы, Иисуса, сына Мариям. Мы с них всех взяли твердый, серьезный обед. В этом аяте Всевишний говорит, обращаясь к пророку, «Взяли обед с тебя, и только потом упоминает пророков Муха, Ибрахима и других». Касаемо нашего пророка, салли Аллаху алейху ассалям, есть и более весомий факт. Я ранее тоже об этом говорил. Когда пророк Адам, алейху ассалям, был неизведен на землю из-за своего проступка, он попросил Аллаха простить его ради Мухаммада. Когда Всевишний спросил его, почему он просит, посредством Мухаммада, откуда он знает имя Мухаммада, Адам ответил, что видел написанным на столбе Арша, «Ля Илляха Илля Аллах Мухаммадун Расулуллах». А я знаю, что рядом со своим именем ты напишешь имя только самого любимого тебе пророка. Именно поэтому я и прошу тебя простить меня ради него. И Всевишний Аллах отвечает ему, «Да, так и есть. Он самый любимый из пророков, и ради него я прощаю тебя». Вот об этом и говорил Умар разьяллаху анху, говоря, что пророк был послан последним, но упомянут Всевишним Аллахом среди первых. И снова Умар продолжает, «Би аби антава уммии и арасулю Аллах. Твой уровень возвысился перед Аллахом до такой степени, что обитатели ада будут жалеть, что не повиновались тебе, когда их будут подвергать различным мучениям в аду». они будут повторять, «О, если бы мы повиновались Аллаху, о, если бы мы повиновались Его посланнику Мухаммаду саллиллаху алейхи и аorge и ада Салли alla Би аби антава уммии и арасулю Аллах». Если Аллах даровал пророку Мусы алейсалам камень, из которого текла вода, но это не удивительные твои пальцы, между которыми текла вода. Такое и было, когда однажды, отправляясь на Газават, они оказались в местности, где не было воды. Там было много сподвижников, а также животных. Асхабы пожаловались пророку, саллиллаху алейху ассалям, на отсутствие воды. Пророк попросил принести тазик и сказал сподвижникам, чтобы они налили туда всю воду, что у них осталось. Там набралось небольшое количество воды. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, опустил в тазик свою руку, и между его пальцами начал бить источник. Эту воду выпили люди, потом животные, совершили им омовение, для всего его использовали. Все время, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, держал руку в тазике, оттуда сочилась вода. Всем хватило ее, и воинам, и животным, и для омовения. Но и после этого вода еще шла. Такой вот был случай. Это один из чудес нашего пророка, саллиллаху алейху ассалям. И снова Умар продолжает. Если Всевишний подчинил Сулейману, сыну Дауда, на месяц ветер, было так, что Аллах подчинил пророку Сулейману, алейху ассалям, ветер. Он мог повелевать им, как хотел. Но ветер, что подчинялся Сулейману, алейху ассалям, неудивительный бурак, который был подчинен тебе, когда ты поднимался на седьмое небо. Да благословит тебя Аллах, упасанник Аллаха. И снова Умар продолжает. Если Всевишний наделил пророка Ису даром оживлять мертвых, Всевишний каждому пророку даровал чудо. К примеру, пророку Мусе Трост, Исе оживление мертвых. Но это не более удивительнее, чем овца, которая была отравлена. Она заговорила с тобой, хотя и была сварена и лежала перед тобой. Ее ножка обратилась к тебе, говоря, не ешь меня, я отравлена. Такое тоже было. И снова Умар продолжает. Пророк Нух, алейху ассалям, попросил Всевишнего наказать его народ. Он обратился к Аллаху с просьбой уничтожить всех неверных на земле. Но если бы ты попросил такое для нас, мы все бы погибли. Наш пророк сам участвовал в Газаватах. Говорят, их число было восемь. Тебя там пинали, у посланника Аллаха. Твое лицо окровавили, твой палец сломали. Но, несмотря на все это, ты попросил лишь о благом. И ты сказал, о Аллах, прости моему народу. Они сделали это по незнанию. Ты просил для своей общины лишь благое. И снова Умар Прадалжаил. Несмотря на то, что жизнь твоя была коротка, наш пророк прожил лишь 63 года. И только 23 из них исполнял пророческую миссию. Но, несмотря на это, за тобой последовало больше людей, чем за пророком Нухом, алейхиссалям. Он прожил несколько сот лет. Но, несмотря на это, за тобой последовало больше, чем за пророком Нухом. Уверовали в тебя многие. О, посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям. Но за пророком Нухом последовала лишь малая часть. Если бы ты садился только с равными себе, ты не сидел бы с нами. Ведь никто не может быть ровнее пророку, саллиллаху алейхиссалям. Если бы ты женился лишь на той, что достойно тебя, ты не женился бы на наших женщинах. Если бы ты ел только с теми, кто ровнее тебе, ты не ел бы с нами. Но, клянусь Аллахом, ты сидел с нами. Взял жены из наших женщин, ел с нами. Одевал грубую шестерную одежду. Не чурался ездить верхом на осле. Не проявляя гордости, клал еду на землю и ел ее. А потом облизывал пальцы, потому что ты не был гордецом. На этом завершим. Дай Аллах нам возможность следовать за пророком, саллиллаху алейхиссалям, читать на него салават, любить его и быть воскрешенными под знаменем пророка, саллиллаху алейхиссалям, ливау аль-хамду. Вопрос есть? Да? Как возместить акшумадийский рабита? Можно ли одним мукаддиматом возместить два рабита? Или для каждой нужен мукаддимат? Если пропустил рабита, его возмещают так. Когда я начал заниматься этим делом, много вопросов возникало у меня. Я записывал возникшие вопросы на большом листе. Бывало, 9-10 вопросов набиралось. Я с ними отправлялся в Чиркеви и записывал ответы, которые получал там. Через месяц снова набирались вопросы и снова ездил туда. Также записывал ответы на свои вопросы. Таких листов несколько у меня дома. Там такой вопрос тоже был относительно возмещения. Умышленно оставлять верт не надо. Но если была уважительная причина... Буквально вчера приходила молодая женщина. Она плакала и спрашивала, что ей делать. Она пропустила верт, пропустила сердечный зикар. Оказывается, 3 месяца подряд плакал ее мальчик, не переставая. Удивительным образом он продолжал плакать. Как она с таким ребенком сделает верт? Даже если ей попиталась, наверное, у нее ничего не получилось. Она плакала, боясь, что не сможет возместить их. Она не убивалась бы так, если бы она не уделяла этому большое значение. Это очень хорошо. Такой человек по пустякам не будет пропускать верт. Только серьезная причина может подтолкнуть к этому. Мы тоже оказываемся в разных ситуациях. На похоронах, где родился ребенок. Бывает, приходят гости. Ты же не будешь сидеть, повернувшись в сторону, говоря, что я делаю рабита. Приходится оставлять рабита и прислуживать гостю. Так надо делать. Если таким образом пропустили рабита, здесь есть такая тонкость. Если придут молодые люди, им говорят, чтобы возместили. Обычно они говорят, что пропустили шазалийский верт. Им отвечаем, чтобы возместили. Говорим, нельзя оставлять. Почему так? Чтобы они научились не оставлять его. Чтобы воспитали себя так. Наш навс податлив. Как мы его воспитаем, таким он и становится. Возмещение для него будет подобно плетке для наказания. Но степень важности его возмещения не такой, как у фарз-намаза. Так объяснил мне Саид Афанди. Фарз-намаз необходимо возмещать во что бы то ни стало. Но в случае с вердом, это воспитательная мера. А что касается возмещаться с мукаддима или без, возмещайте с мукаддима. Там же всего несколько минут это занимает. Так будет полноценно. Если появится возможность, возместите. Но если не получится, что поделать? Хотя бы не пропускайте дальше. А по возможности возмещайте. Да, рискованно умеет. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok